Книга судей Книга судей Книга судей Книга судей Вот просто подогонку скажу, что те, кто замечали за собой высокое давление артериальное, вы регулярно проверяйтесь, потому что это давление называют тихим убийцей, потому что его не чувствуешь часто, но оно присутствует. И с возрастом, если особенно когда-либо у вас были какие-либо дурные привычки в жизни, курева или выпивка, это состояние может привести к разрыву сосуда в голове, к инсульту или инсульту, как говорят. И это очень опасно. Так вот, он пережил это состояние, вышел из больницы, снова принялся за работу, и некоторое время он держался. Наверное, около месяца он держался. Он в сауну с друзьями, всякими коллегами не ходил, он пива там не пил, ничего не употреблял, значит, такого. А потом почувствовал себя в силе снова, здоровым человеком, он решил попробовать, смотреть, ничего не происходит плохого. И он снова занялся этим регулярно уже. И выпивал, и в сауну ходил, и так далее. И, ну, конечно, это хорошо не сказалось на его здоровье. И, очень большому сожалению, он как бы не прислушивался к тому, что ему рекомендовали врачи. И потом я узнал, что у мужчин есть одна интересная особенность в характере. Когда наступает кризис в любой жизни, мужчина, у него такая вот, он преодолевает кризис, и во время кризиса он делает для себя какие-то выводы правильные. И он думает, что больше так он делать не будет, чтобы допустить повторный кризис. Но в психологии мужчины есть один изъян. Когда этот кризис проходит, мужчина начинает его очень быстро забывать. И начинает повторять и снова подходить к краю, повторять ту практику, которая его к предыдущему кризису привела. Да, Достоевский еще, Федор Михайлович сказал, исследуя русскую психологию, русскую таинственную душу, что и только русский человек способен регулярно подходить к краю пропасти и заглядывать внутрь, чтобы посмотреть, что там. Вот почему-то именно так. Ну, видимо, он не очень хорошо исследовал душу вообще человека, он именно русскую душу исследовал. Я склоню думать, что это вообще характерно для всех. Так вот, история книги судей, которая покрывает собой около 300 лет истории Израиля. Что за судьи? Давайте, кого не было, объясним. Это люди, которые руководили народом Израиля до того времени, как в нем, в этом Израиле, появился первый царь. До царей. Кто руководил Израилем до судей? Я уже упомянул исход, который значился в 15 веке до Рождества Христова, да? Полторы тысячи лет до Рождества Христова практически, да? То есть 30,5 тысяч лет назад. Кто руководил Израилем в течение, там, помните, 40 лет? Моисей сначала, да? После исхода. Он же вадил евреев по Иссенайской пустыне, по Аравийской пустыне, да? Дальше. Моисей умирает, ему Бог не разрешил войти в землю обетованную. Вместо него приходит в Израиль его помощник и ученик Осия, да? Которого он назвал Иисусом. И Моисей его переименовал, назвав его Иисусом. И этот человек руководил Израилем вплоть до своей смерти. Умирает он. После него заступает Гафаниил, который был его родственником. Он руководит Израилем. И вот после Иисуса Навина руководили Израилем около 300 лет так называемые судьи. Которые были не только судьями, которые разбирали какие-то тяжбы между людьми. Сегодняшние 4 и 5 главы. Это Девора и Варак. Девора, это женщина была судьей в Израиле в течение 40 лет. Которая учила, наставляла, там пророчица была. И отдельной темой, отдельной строкой я скажу, почему Бог женщину избрал. Там ситуация будет очень интересная, связанная с битвой против товарищей хананеев, которые были агрессивными против Израиля, угнетали их и так далее. Так вот, судьи выполняли еще роль полководцев, политических фигур, не только судей. То есть они как бы были неким переходным звеном от посредника Моисея Иисуса Навина до царя. Хорошо. Итак, смотрим на сегодняшний отрывок 4 и 5 главы, читаем подряд, по мере нашего чтения останавливаемся на каких-то интересных моментах, потому что их будет довольно много. «Когда умер Аот, сыны Израиля, вы стали опять делать злой перед очами Господа». Ну вот 40 лет. Вернее, давайте вспомним, сколько лет был мир при Аоде. Помните, там сам, который был левшой, который убил царя толстого, там, новоязыческого, да, за рекой, как он бежал оттуда. И сколько лет был мир в Израиле? Восемьдесят лет. Это самый длинный период мирного существования Израиля во время судей. Больше никто его, так скажем, не превзошел. Теперь умирая Аот, сыны Израиля, вы стали делать злой перед очами Господа. Сколько нужно времени, чтобы забыть? Получается, поколение прошло, восемьдесят лет прошло после избавления от того царя плохого, да, и когда Егон был убит, Мавицкий царь. Так вот, восемьдесят проходят, сменяются поколения, и люди, знавшие, знающие о том, что Бог сделал в предыдущем поколении, снова делают зло. И предал их Господь в руки Иоавина, царя Канаанского, который царствовал в Оссоре, это север Израиля, севернее Галилейского озера. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошев-Глоиме. Хорошев-Глоим это более западом от Иордана, чуть-чуть южнее, получается, юго-западнее от Галилейского озера. И возопили сыны Израилевы Господа, ибо у него было девятьсот железных колесниц. И он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет. Ну, колесница это вообще-то изобретение чего, помните, да? Да, египетские колесницы, это была легенда просто. Они претерпевали какие-то виды изменения, можно проследить по количеству спиц, колес, к какой эпохе эта колесница относится. Но принцип, колесница, в которой сбрежена одна, две, три, шесть лошадей, это неважно сейчас, на данный момент. К чему они служили, эти колесницы? Это было универсальное оружие уничтожения. Чего только не придумывали. Делали острейшие мечи, вставляли, да? И по окружности там шипы всякие вставляли. Конями, кони специально приучены были к тому, чтобы растаптывать всех пешую пехоту врага. Потом дорезать всех остальных упавших, голову срубая, разрезая там их плоть этими колесами. И с ними бороться было довольно тяжело. И железная колесница, это большая редкость для того времени, это нужно было обладать технологией, чтобы отливать железо. И у хананеев, оказывается, у них была такая технология, которая не была у Израиля. И этот вот самый царь, да, Иавин, он обладал достаточно внушительной силой по тем временам. Даже, в принципе, он мог бы угрожать соперничать с любой другой сверхдержавой в округе в тот момент, имея такую силу, которая была очень мобильна, очень быстрая, могла нести несколько воинов, и могла, в общем-то, разбить, наверное, любой клин, любой, вернее, боевой строй нарушить. Вот, и он жестоко угнетался на Узраиле в 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидоффа. Но, интересно, что Лапидофф в переводе означает «факел» или «фонарь». А Девора с древнееврейского перевода означает «медовая пчела». Как интересно, на этой неделе у нас буквально вчера, да, Катя Кривова там насчет имени Господа в переписке нашей заговорила, что имя Господа – очень важная вещь. И, как бы, я там прокомментировал, что имя в Писании вообще много что значит. И очень часто, когда человек, которого Бог использует, да, он, имея свое данное родителям и имя, а помните, сколько раз менял Господь ему имя, другое давал. И в книге Откровения мы читаем в посланиях всеми церквям Господь говорит «Побеждающему дам новое имя». Двоих из 12 апостолов Иисус переименовывает, давай ему новые имена. Такая практика существовала в древнем времена вообще, когда, например, мы видим, в частности, четырех юношей, способных княжеского рода из иудеи, которые были уведены в плен в Вавилон, и были воспитаны, помните, во всей вавилонской мудрости, и служили при царе Новых Доносове, им даны были каждому новые вавилонские имена, которые несли в себе языческий смысл. Да? Да? Если Даниил означает по-еврейски «Бог мой царь», «мой сутья», то ему дано было имя Валтасар, в части которого было слово «Ваал», языческое божество верховное. Естественно, это дает некий смысл, некий толчок дальше в жизни человека, некий другой какой-то вектор дает ему. Теперь интересно, что Господь открывается с именем, которое действительно описывает его сущность, Моисею. Помните, Господь открывается ему и говорит, что «Мое имя, с которым ты придешь к евреям, сказав, «Бог меня послал выходить из Египта», да? Какое имя он назвал? Яхве. Да, по-русски «я есть мсущий», а в тетрагоматон, в древнееврейском языке, это «яхве» или неправильная озвучка, это «ягова», которое означает, можно перевести, вот, «я становящийся», «я есть тот, кто дает жизнь», «я существующий», «я тот, кто даст существование», да? То есть, это вот интересно, многозначное слово, оно настолько священно, что его Бог открывает только Моисею, до этого ни в раму он не открывается, ни саку, ни аку не открывается, ни в двенадцати патриарху не открывается с этим именем. Он открывает его впервые Моисею. Почему? Потому что это было нужно его народу, да? Почему ангел, являясь во сне Иосифу, мужу Марии, говорит ему, какое имя дать рождающимся сыну? Зачем это нужно было? Почему Иосиф не мог выбрать другое имя, славный сын? Потому что именно в имени Иисуса должно было быть спасение для всех людей. Почему это важно? Потому что имя Яшуа по-еврейски принесет в себе в первой части имя Божие, с которым Бог открывается Моисею. Яуэ, Яхуэ, Шуа. Бог есть спасение, понимаете, да? Вот, имя Божие очень важно. И другого имени по нему нет, которому нам не жалобно спастись. Это имя Иисуса. Правильно его надо произносить? Или он понимает, насказом обращаемся к нему по-русски, на греческий манер, Иисус? Может быть, надо к нему по-испански, Хесус обращаться? Может быть, по-английски, Джейзус? Джейзус может быть по-французски, Иисус может быть по-немецки, Иисус по-еврейски. А если по-русски и братишься, он поймет? По-югрейски лучше, по-русски больше. По-свойски. Да, я таким образом бросаю некий вызов свидетельствам Ягова, которые утверждают, что именно правильное произношение именно у них, хотя оно неправильное, оно именно дает нам познание настоящего Бога, истинного. На самом деле, мы понимаем, что греки слышали проповедь об Иисусе, Новый Завет, написан на древнегреческом языке, и там именно звучит имя, которое ближе всего в нашем русском языке, Иисус. Мы понимаем, что, наверное, не произношение этого имени в каждом конкретном языке важно. Важно, что с этим именем сопряжено, правда? Какая личность за этим именем стоит? Так ведь? Вот поэтому варианты возможны. И Джизус, и Жизю, и Йезус, и Хесус, и Иисус, и Яшуа, естественно. Можно еще и по-аргански? А, я не знаю, как по-аргански будет. Как вы знаете? Иисус. И Яшуа. Интересно, что Бог отзывается на это имя, и всякий человек, призовывающий имя Господа Иисуса, Он спасется. Так ведь? Так вот, Девора, недовая пчела, замужем за фонарем. Лапидов так и означает, фонарь или факел. Теперь Девора послала, призвала варака. А варак – это молния. Его имя означает. Это забавно, как Бог собирает людей с интересными именами в одном месте. Пчела зовет молнию, будучи замужем за фонарем. Сына Авинама из Кедеса Нефалимова. Это север Израиля. Нефалим, Завулон и Иссахар, и Монассия. Это были северные израильские племена. И часть, например, Монассии и Нефалим, они жили к востоку, за Иорданом жили. И он, значит, Господь посылает через Девору, к этому вараку из Кедеса, говорит, «Побелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и из сынов Завулоновых». Ну, помните, что это название сына Завулонова и Нефалимова, это имена сыновей Якова, от двоих жен, которые у него были, Лии и Ревекки. И поэтому, не Ревекки, а... Рахиви, да, спасибо. От Рахиви двое сыновей, от других... А до другой жены Лии родилось сколько? Шесть. И еще Иосифа двое сыновей, которых он взял, назывался, что они будут его. Не внуки, а дети. Теперь интересно, смотри, 10 тысяч человек, гора Фавор, а эта гора чем-то знаменита. Скажите, пожалуйста, чем она знаменита в Новом Завете, оказалось? Преображение. Точно. Это гора, которая высотой не достигает 600 метров, это холм фактически, стратегическое место, хорошая высота для обозрения, для битвы, замечательная, потому что она как раз выходит на долину Израиля. И с другой стороны долины находится другой, очень знаменательный город, который будет известен в книге Откровения, это книга «Город Мегиддо» и «Помните битвы Армагеддон», которые случаются в приеготом городе, это происходит в долине Израиля и Фаворфе. Обна сторона этой долины, Мегиддо, в другой. И вот почему-то Господь призывает собраться 10 тысяч мазаритян именно на этой горе. Так вот, что на этой горе случилось в Новом Завете? Преображение слышал, да? Иисус оставил у подножия горы своих девятерых апостолов и берет с собой троих самых близких. Петра, Якова и Анна. Помните, да? И перед ними он преобразился. И его одежда сделалась блестающими, как снег. И лицо его стало ярче солнца. И они слышали голос с неба, что это сын, и мы возлюблены его, слушайте. И явились им в облаке, да? Сошло, облако, слава сошла. И двое, которые беседовали с Иисусом о том, что будет дальше. Это были Илья, величайший правок Петхого Завета, начальник всех правоков, можно сказать, и Моисей, законодатель, которые говорили с Иисусом о том, что будет. И вы помните, что мы, Петр и Яков Сианон, они, Петр, они все испугались, но Петр решил от троих сказать, испугавшись, Господи, хорошо нам здесь быть, давай построим три здесь шатра, три кущие, и построим одну тебе, вторую Ильи, третью Моисею. Нам хорошо здесь. Но написано, что он не знал, что говорит, потому что испугался. Предложил, видимо, почетным гостям поставить шатры на этой горе. Помните, что происходит после того, как они приночевали, в сутро спустились с этой горы к подножию, и там девять апостолов привели к Иисусу отца с мальчиком гостоватым, который они не могли освободить, избавить. И о том, что видели три ученика, Петр Савану, всякого, Иисус сказал, никому не рассказывайте. Это очень важный момент именно для этих трех апостолов. Знаете, почему для именно трех? Никогда не думали, почему на их ближний круг учеников был как раз Петр и Яков, и среди них один был еще ближе к нему, чем даже все остальные двое. Зачем именно они? Петру представил, что сделать? Проповедовать впервые в день Пятидесятницы и привлечь три тысячи евреев. С него началась открытая дверь, можно сказать, открыл дверь, Иисус говорит, тебе дай ключи, которыми ты откроешь Сарство Невесное. Потом Петр проповедует язычникам впервые в доме сотника итальянского пока в Кесарии. Он тот, кто впервые произнес Божье Слово и Евангелие во всеуслышание евреям, не будучи мессией, не будучи апостолом. Впервые язычники услышали Евангелие через него. Очень важная роль у него в церкви. Понимаете? Дальше Яков заведеет. Почему ему надо было увидеть Иисуса преображенного? Потому что он будет первым из убийств апостолов. Первый умрет насильственной смертью за Евангелие. Понимаете, да? Петр в своем первой, Яков в своем первой. Иоанн в чем? В чем его секрет? Он будет единственным из апостолов, который умрет своей смерти после неудачной попытки его казнить. Когда его сослали на остров Патнос, и там он получает такую книгу, находясь на острове Патнос? Он, конечно, ее там не записывает, там не в возможности. И у его помиловал следующий император римский, его освобожает, амминистирует, и он возвращается в Ефес, нынешнюю Турцию, и там записывает и Евангелие от Иоанна, и послания свои, и книгу откровения. Он запечатывает. Это книга Даниила, только в Новом Завете. Понимаете, да? Три важных очень человека для истории церкви. Тот, кто откроет дверь для язычников и для евреев, и тот, кто расскажет о конце всего, и тот, что первым умрет из всех апостолов. Да? Лишни-то не говорится? Смерть Абриана не говорится? Нет. А Стефан раз был не первый, кто был? Стефан умирает в... Давайте откроем книгу Деяния, мы идем к тому, что мы там закончили. Стефан не апостолом, он во-первых. Смотрите, Стефан умирает в восьмой главе. Да? Да. Теперь, в какой главе Петра заключил в темницу? Ира, помните, вспоминайте, мы с нами читали. Двенадцатая глава. Яков Завидеев умирает в двенадцатой главе. Апостолы, они чем-то отличались от обычных учеников, от диаконов, правда? Стефан был диаконом церкви, Яков был апостол. В чем отличие? На этом немножко остановимся, чтобы больше вопросов не было. В чем отличие апостола от любого другого служителя церкви? Самое первое, самое главное отличие какое? Апостол выбрал Иисус. Диаконов выбирали люди. Согласны? Это самое первое главное отличие апостолов от всех других служителей церкви. Служители поставляют дух святой, но рукополагают этих людей кто? Церковь. Ипейскопы и так далее. Правда? Дальше. Диаконы имели право говорить с такой же властью Божье Слово, так что оно было записано в канон. И нужно по этому поводу много говорить. То есть есть отличие и власть которая была у апостолов она превыше власти любого другого служителя на земле. То есть Павел будущий апостол мог прийти и Петр мог прийти в любую церковь и навести там порядок. Невзирая на пастыря, на пресс-фитера, на епископа, он мог вообще любого из них снять. Понимаете, да? Ты сможешь судить 12 колен Израиля. Да, и Господь о них говорит, что вас посажен 12 престолов, чтобы судить 12 колен Израиля. Они тоже судьи будут. Мы тоже будем судьи, но колен Израиля будет конкретно судимы апостолами Иисуса Христа. Теперь смотрим дальше. Я приведу к тебе к потоку кисона. Седьмой стих 4 главы Судии. Возвращаемся. Сисору и начальника Иовина и колесниц его многолюдное войско его и придам его в руки твоей. Реакция варака начальника молния. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. Странная реакция для мужчины. Я думаю, не случайный выбор Бога в том, кого Он избрал в качестве судьи Израиля на тот момент. Потому что самый смелый из всех мужчин варак Он сказал, если ты Девора не пойдешь со мной, я не пойду. Какие характерные качества мы видим в нем? Неуверенность? Да? Боязнь? Этот ответ написан в скобочках почему кто знает? Знатоки и сделатели описания. Потому что в оригинале этих слов нет. В последних это в апокрифах скорее всего написано в оригинальных текстах этого текста нет. Поэтому заключен в скобочке специально. Для того, чтобы нам было понимать где Бог говорит, а где человек добавил. Поняли, так вот черты характера самого сильного мужчины в Израиле в тот момент. Он говорит, если со мной ты не пойдешь Девора, я не уверен, что я могу пойти. Поэтому выбор ни на кого из мужчин в этом поколении в качестве судей не мог пасть. И он в прошлый раз сказал, что Бог в качестве судей выбирает самых странных людей вообще. Очень странных. Мы уже увидели Аода, мы увидели чуть-чуть Самигара, там буквально один стих про него говорится, да? И мы видим, что о них говорится порой очень мало, так что какой-то один подвиг описывается, и потом вся его жизнь заключается в двух словах «И покоилась земля Израиля в его дни». Несколько слов, не два слова. Самый большой отрывок, посвященный судям Израилем, он кому посвящен? Помните еще раз? Давайте вспоминать. Самсонов, вот уж странный человек, самый странный из всех судей, с самыми странными замашками и его характер, никак не тянет на духовного лидера призрали вообще. Даже на пастор церкви не тянет. Ха-ха. Это была шутка вообще-то. Ну, ладно. Ее, старая шутка была? Шутка для пасторов. Ага. Да, и в общем-то, смотришь, Бог выбирает Девору. И вот есть у меня там переписка с моим сыном, который вы завели живет сейчас. И он мне задал вопрос, поскольку он пошел в одну церковь, там, собрание, неподалеку от того места, где он учится, и там пастором женщина. Вот. И он говорит, ну, как-то мне странно, непривычно, необычно, и у меня есть вопросы. А может ли пастором в церкви быть женщина? Я говорю, в Новом Завете никак не получается это, потому что Бог запрещает через Павла Апостола женщинам учить, наставлять и быть духовными руководителями церкви, смешивая на собрание, где и мужчины, где и женщины. И главенствовать, властвовать над мужем не позволяет Павел. И у него есть для этого очень резкие причины. Не потому, что он жутко ненавидит женщин, и там хочет, чтобы никто даже близко не подходил к его авторитету. Никаким образом это не связано с тем, каким-то амбициями самого апостола Павла. Он объясняет, что есть обязанности у женщин, которые она по природе, по своему сотворению, по своему характеру может нести, а есть обязанности, которые она не может нести. Не потому, что ух не физически, не потенциально, не умственно не может, а потому, что у нее в характере заложено чуть-чуть другое. так как мужчина не может быть матерью для своих детей, не может наставлять мужчина, женщин быть правильными матерями и так далее. Этим должны заниматься старшие, зрелые сестры внутри церкви. и это разделение обязанностей внутри церкви, оно нормально. Благодаря этому здравому разделению обязанностей внутри церкви между мужчинами и женщинами церковь живет сбалансировано и здраво. Кто с этим спорит, не согласен, но нужно чуть-чуть немножко еще просто подождать, прежде чем человек сам на практике убедится, что это так, что Божий порядок нельзя нарушать. И даже если мы не понимаем силы феминистического движения, каких-то бунта из железных алюминиевых кастрюль, с чего началась февральская революция в 18-м году, то есть мы можем понимать, что женщина не всегда в истории человечества, равно как и мужчина, служила к созиданию и созданию порядка. Но Божий порядок есть Божий порядок. Есть человеческое понимание, которое не всегда вмещается в Божье Слово. И Бог, к моему сожалению, к нашему общему сожалению, не всегда утруждается объяснять нам все в мельчайших деталях. Вот он просто сказал, что вот и так, перени как и давность. И некоторые говорят, ой, да ну устарело, ну что какие-то здесь вообще архивариусы собрались и какими-то старыми пыльными принципами пытаетесь руководить с 21-го веки. Вы что, товарищи, мы прогрессивный народ, женщина имеет те же самые права, что и мужчина. речь не о правах бремя служения и апостерского, и судейского, и пастерского, оно очень большое. И всегда большой стресс. Это всегда большая ответственность. Женщина называется в Писании немощнейшим словом, то есть более немощным созданием, чем мужчина. Мужчина создан даже физиологически, как правило, крепче. Понимаете, да? И он может выдерживать стрессы. Женщина, она стрессы выдерживает, но в меньшей степени она может выдерживать их дольшее время. Мужчина ударные стрессы легче переживает. Понимаете, да? Ну, на эту тему нужно много говорить. Я думаю, что главная причина, по которой Бог указал на Девору и сделал ее судью Израиля, главная причина состоит в том, что не нашлось достойного мужчины в этот момент в Израиле, который мог бы быть судьей. в силу характера трусости и слабости даже самого сильного человека и храброго из всех израильтян варака. И вот я сыну своему говорю. Он говорит, вот те люди, которые стоят на точке зрения, что женщина может быть пастором, они приводят в пример Девору. Я говорю, но это не правило, это исключение из правил. И когда ты видишь пастором церкви женщину, возникает вопрос, это правило или исключение из правил? Что факт того, что женщина стоит за кафедрой церкви, руководит всей церковью, говорит о мужчинах в этой церкви? Что это говорит? О чем говорит? Я даю, сказал, задай этой женщине и пастору вопрос. Если Бог взрастит сильного лидера из ее церкви мужчинам, уступит ли она ему место? По Божьему порядку. Уступит ли? Это хороший вопрос. Это как раз и есть возвращение к Божьему порядку. Но только вот, скорее всего, они не уступят. Они подавлены ее авторитетом. Да? Скорее всего. Представьте себе, как часто бывает, я видел женщин-пастору в Нижнем Новгороде, в Москве, и я наблюдал всегда в ожидании проблем, потому что женщина, будучи замужем, если она не замужем, это еще сложнее ей, потому что одна женщина, была церковь такая, сейчас не скажу название, ее уже нет, в Нижнем Новгороде, небольшая крупная церковь была, очень шумная. Мы ее знаем, причем лично. Она даже в этой кафе выступала. В Нижнем Новгороде она была пастором. Она приезжала. В Сочи выступала. Пастор Машина. Тем более, вы знаете некоторые. Так вот, что получилось? Она была личной подругой Ульфа Экмана в свое время в Швеции, в Упселе. И она была такая ультра-харизматка. Пастор Машина. И так уж получилось, что она сошлась с каким-то мужчиной, совершенно неверующим даже, и забеременела от него. Естественно, она не могла бы оставаться уже пастором церкви. Я не говорю о том, что мужчина не может впасть в блуд и так далее, но это неестественное положение лидерское для женщины. Она нашла, за кем может пойти мужин для себя нашла. Вот это, она включила из-под предназначения, ради которого она живет быстрым замужем. Вот, ее туда утянуло, то есть, ее пасторское, ее призвание не удержало греха. Понимаете, что он делал. И вот, пошли какие-то последствия, естественно, церковь не могла оставаться уже в прежнем состоянии. Вот, и есть еще примеры подобные. К сожалению, представьте, что у пастора рождается ребенок, она себя плохо чувствует, и, например, она вынуждена кормить его по часам. Кто будет кормить ребенка, как не она? Кто будет ухаживать за ребенком, как не она? Папа не заменит маму в этот период времени. Первые три месяца очень важны друбной кормления, к примеру. Это вот неестественное какое-то... И представьте, что женщина, пастор, она скажет, в церковь мы на три месяца расстаемся, я буду ребенка взращивать. Да. Послушайте старые записи на наших проповедей. Мужчина в этом смысле свободнее, и именно Господь на него ставит, возлагает эту огромную ответственность. Смотрите дальше. Что отвечает в девятом стихе Девора? Она сказала ему, пойду, пойти пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару. То есть, наверное, в этот момент ворак подумал, что вся слава достанется в Деворе, но это не будет не так. И стала Девора и пошла с вораком в Кедес. Ворак созвал Заволонян, Нифолюмян в Кедес, и пошли за ним десять тысяч человек, и Девора пошла с ним. Хевер Кеней, а тут интересное отступление от приставания, это нужно обязательно, для этого текста античного, нужно упомянуть в преддверии предстоящих событий, а в одном человеке, потому что он будет очень важен в конце этой истории. Читаем. Хевер Кеней отделился тогда от Кеней сыновей Хуавава, родственника Моисея, и раскинул шатер своего добра в Саниме, близкий Дес. И мы думаем, к чему это все здесь сейчас пишется? Все очень просто. У Моисея, помните, была жена Сифора, а у Сифора был брат Хавав. Об этом мы читаем в книге Чисел, мы можем прочитать там в единственной главе, не ошибаюсь. Так вот, этот вот самый родственник, его Моисей попросил пойти с собой вместе со всем табором евреев двухмиллионным, для того, чтобы в этой пустыне, в которой Хавав знает все ходы, выходы, все маршруты, чтобы он помог евреям пройти через пустыню. И Хавав впоследствии соглашается. И он идет вместе с израильтянами, и мы видим его здесь потомков, вот этот самый Хевер Кеней, он тот самый потомок того самого Хавава, получается, сводный брат этого Моисея, который уже живет среди Израиля, и сослужит здесь службу Израилю, и из потомков этого Хавава будут начальники колен Израилевых впоследствии. И донесли Сисаре, что варак, сын Авенама, взошел на гору Фавор. Сисаре созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошевгоима к потоку Кессон, река, которая летом обычно пересыхает. То есть, практически сухое ложе, там какой-то ручеек, там идет, ее пересекать летом очень легко. События происходят примерно в летнее время, когда дождей в Израиле вообще нет. Что произойдет, мы узнаем более подробно в пятой главе. Четвертая глава не совсем описывает подробно все обстоятельства битвы, которая состоится. Если вы еще здесь со мной, пожалуйста, слушайте дальше. Я смотрю на вас такие потухшие изглеры. И сказал Довору Араку, встань, ибо этот тот день, в который Господь даст сисору в руки твои, сам Господь пойдет перед тобой. И сошел в Арак с горы Фавор и за ним десять тысяч человек. Если на карту посмотреть сражение, то получается, что сражение, в которое ввязался в Арак, избегая с горы за тысячу человек, оно шло двумя волнами, исходя из подробностей пятой главы. То есть они как бы обогнули гору и не прям по одной тропинке погнали десять тысяч человек вниз, навстречу этому сисору с его войском, с колесницами. Они немножко обогнули гору и двумя нашуторами как бы с боков с флангов ударили. Вторая волна пошла чуть большим диаметром и еще ударили с больших флангов. То есть интересная очень тактика была в битве в Арак с Сисорой. И вот что происходит. Тогда Господь привел в замешательство Сисору все колесницы его и все ополчения его отмечали в Арак и сошел Сисор с колесницей и побежал пеший. Мы прочитаем в пятой главе что случилось. Случилось что-то необычное для летнего времени года в Израиле благодаря чему все колесницы перепутались смешались их смыло в поток кессон и благодаря чему превосходящий противник был наголову разбит. В Арак преследовал колесницы его ополчение до Харашахаэна до их базы и пало все ополчение Сисора отмечания осталось никого ни одного человека солдата из этой канонейской армии не осталось живых. Наголову разбили. Сисора же убежал в пеший в шатер Иаили жены Хивера Канея. Ага! Вот зачем нам в 11 стихе говорили про этого Хивера потомка Хава родственника Моисея. Сисора бежит спрыгнув с колесницы единственный остался в живых из силы войска и добегает до этого шатра. Он бежит в сторону почему? Потому что этот вот самый Иавин царь фанаанский за которого сражался Сисора и между этим потомком Хава и Хивером был мир мирный договор. И он бежит туда где знает что его могут укрыть. Сисора бежит в шатер. И вышла Иаиль навстречу Сисоре и сказала ему зайди господин мой зайди ко мне не бойся. Он зашел к ней в шатер и она покрыла его ковром своим. Это стандартный классический пример ближневосточного гостеприимства. Это запустить человека в дом накормить напоить его спать уложить накрыть его. Сисора сказала ей дай мне немного воды напиться и пить хочу. Она развязала мех с молоком напоила его опять накрыла его. Сисора сказала ей станет дверей шатра и кто придет спросит у тебя и скажет нет ли здесь кого скажи нет. Дальше мы видим еще один пример очень интересный хороший близне восточный традиции гостеприимства. Эль Джина Афира взяла колот шатра взяла молот руку свою и подошла к нему тихонько и ворзила кол висок его так что приколола к земле насквозь голову пробила мужика а он спал от усталости и умер ну очевидно что этот самый Херер Кеней он был в мирных в мирном договоре с Хананским царем Иовином а его жена это отношение к Ханане не разделяла и в основном вот именно у кочерников какой им был Хевера Кеней у них обычно женщины ставили шатры это тяжелая работа это колли которые были длиной полметра примерно колышек написано это не колышек который мы там туристические палатки ставим в лесу да такие вот алюминиевые железные буковка буковка забил это кол вытесанный из твердой породы деревом полметра их с собой возили на отдельной телеге мы же их много было чтобы шатер большой там растянуть они должны были держать вот эту всю массу поводов шатра а вот берем я вспоминаю каждый раз какой был праздник Толь это 8 марта да кто-то привел жену в хозяйственный магазин и мужики когда вас спросили что вы ищете скажите я говорю а вот еще кувалочку они сказали может ты не туда привел жену марта когда я думал про эту самую яиль почему-то у меня образ Олеси возникает которая может кувалочку поднять колыш полметровый ну вот ну вот интересно как кардинально как говорили древние римляне он темпору уморос во времена умравы когда женщина хрупкое существо немощнейший сосуд да хитростью значит успокаивает этого человека сестру военачальника генерала армии поначалу которого были десятки тысяч солдат и 900 железных колесниц главнокомандующий практически амнейских войск она его привечает пойдет спать напоила молочком теплым укрыла сверху вышла наружу взяла кровь послушала как он сопит уже храпит крепко молоточек прицелил хлобы жесть честно говоря никак не вот женственность никак не не совпадает у меня в голове это дело и вот варак то есть есть женщина в еврейских селениях да и вот варак гонится за сисарой и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему войди я покажу тебе человек которого ты ищешь он вошел к ней и вот сисарой лежит мертвый и кол вискеевый тут варак понял кого имела ввиду Девора когда сказал что слава достанется не тебе а женщине то есть одна женщина благословила его на битву другая эту битву закончила добила последних на ней то есть получается что она еще могла флажок израильский повесить на этом колышке который торчал из виска из головы этого сисары то есть она поставила точку в битве то есть битва не считается выиграна тех кто до сих пока живой начальник то есть она закончила битву фактически очень интересно и смирил господь бог в тот день и авина царя канонского перед сыновьями израилевыми рука сынов израилевых усиливалась более более над авином царем канонским доколе не истребили они авина царя канонского и мир в израиле был в пятой главе написан и покоил земля 40 лет теперь читаем песню пятая глава это целиком вся песня победная песня Девора и варака пчелы израиль отомщен народ показал рвение прославки господа слушайте цари понимайте вельможи я господу пою я пою играю господу бога израилю когда выходил ты господи от сиира когда шел с поля и домского тогда земля тряслась и небо капало и облака проливали воду горы таяли от лица господа даже это тяная от лица господа бога израилю в одни самигара сына анафа в одни который был в израиле из языческих врагов вокруг то есть главной дорогой по шоссе ходить было опасно люди ходили околицами чтобы не попасться на глаза язычникам не стало обитателей в селениях у израиля не стало такой ли не восстала я девора такой ли не восстала я мать в израиле избрали новых богов от того война ворот выгинали был щит и копье у сорока тысяч израиля сердце мое к вам начальники израилевы к ревнительным народе прославьте господа ездить и на ослицах белых сидящие на коврах и ходящие по дороге пойте песни среди голосов собирающих стада приколозцев да там да и воспоют хвалу господу хвалу вождям израиля тогда выступил ко вратам народ господин воспрянь воспрянь делора воспрянь воспрянь восковь песню воспрянь ворак и веди пленников твоих сын Абинаама тогда немногим из сильных подчинил он народ господь подчинил меня храбрых от Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика с тобой Вениамин среди народа твоего от Махира шли начальники от Завулона владеющей тростью песца и князья Иссахарова с Деворою Иссахар так же как ворак бросился в долину пеший племена кровимовых большое разногласие то есть не все израильские племена присоединились к призыву ворака и Девора то есть те кто не страдал напрямую от языческого управления хананейского царя они сказали да наших от Искрая разберитесь сами мы тут как-нибудь посмотрим чья возьмет вот и на на их счет Девора с вораком в песне произносят проклятие за то что они не помогли в битве всего 10 тысяч человек собралось против превосходящего противника да что сидишь ты между овчарнями слушая блея нестат в племена кругимых большое размогласие глад живет спокойно за Иорданом что им беспокоиться за Иорданом живу там себе и дано чего служить на чужих кораблях асир сидит на берегу моря и у крестани своих живет спокойно тихонько спрятался от всех за улон народ обрекший душу свою на смерть и нефалин на высотах поля то есть те кто действительно участвовали в битве пришли царик сразились тогда сразились царик наанские фанаахи увод мегедонских но не получили немало серебра нисколько то есть с неба сражались звезды с путей своих сражались сисарой поток кессон увлек их поток кедумин поток кессон попирай душа мою силу когда ломались какой-то конский от побега от побега сильных его интересно подробности битвы оказывается пересохший поток кессон оказался наполнен водой то есть в этот момент случилась буря необычное явление буря с грозой даже с большим количеством воды стихающей с небес и колесницы они же не были четырехприводными машинами правда и когда ни в осенние ни в весенние дожди в зимние дожди тем более никакая армия с колесницами не сунулась бы никогда в низины вот в те места вот в долину из рельска вообще даже не подумали туда пойти просто потому что и кони и колесницы просто завязаны там их легко будет перебить как сидячих там этих пацанных уток как говорят понимаете да то есть в момент битвы против происходящего противника бог помогал евреям насла в бурю которая наполнила поток кессон так что он сделался бурлящей рекой это не вообразимо простое время в это время года случилось вмешательство божие то есть опять таки евреи одержав победу в очередной раз должны были прославить не себя самих не свое воинское стратегическое мышление и воинскую силу а бога который им помог но мы же сталкиваемся этим повсеместно когда евреи свои силы одерживали победу против происходящего силы врага когда я такого не было вот интересные истории можно сказать последнего времени шестидневная война шестьдесят седьмого года семьдесят третьего года конфликта были с евреем у евреев с окружающими мусульманскими государствами это свидетельство стоит только начать копать и читать вы понимаете что один солдат или два солдата брали в плен целое подразделение которое выбегали навстречу к ним с поднятыми руками бросая оружие и бросаясь на землю а эти два еврейских солдата оборванные уставшие обезвоженные стоят и эти бегут навстречу им сдаваться и солдаты еврейские не понимают что происходит потом они конечно берут их в плен связывают посажают их на землю спрашивают а почему вы сдались в плен только вас там столько было тысячи вас были там они перегибались между собой у нас двое всего в принципе я вам рассказываю историю про Синайские когда в Египет шли танковые войска из Израиля что случилось они выходят на Синай и понимают что Синай заминирован весь здесь и к Египту не дойдешь без жертв и не знаешь что делать дальше в это время перед головным танком возникает шаровая молния прямо перед ним в воздухе и висит и начинает двигаться и начинает уходить вглубь Синайского полуострова командир решает а была не была поехали и прямо за этим и след за этим целая колонна танков идет и они тут за этой шаровой молнией и проходят не подорвав ни одного танка до самого Египта доходят как это возможно это все судей это документировано все когда Израиль еще вообще в истории одерживал победу своими силами он же говорит даже Гедону в следующем суде который будет в 6 главе он же говорит о чем чтобы вы не сказали что вы из своей силы победили мадинитян уменьши количество в десятки раз своих солдат отпусти тех кто труслив приведи их вот такой и посмотреть кто будет воду пить понимаете да и Гедону так все надежда только на Бога теперь до 300 человек осталось из 30 тысяч еще каких то есть удивительно что Бог намеренно это делает я думаю если сделать кальку трали с нашим временем с церковью когда церковь большая богатая сильная влиятельная это очень похоже на ладийкийскую церковь в последнюю церковь в которой Бог обращается в книге откровение в третьей главе что он ей говорит ты говоришь сама в себе ангел церковь говоришь сам в себе я богат я ни в чем не имею нужды я влиятельен иначе говоря могу все но слушайте что отвечает ему Господь как он его видит на самом деле ладийкийского этого пастора церкви смотрите что он говорит значит знаю твои дела ты не холоден не горяч как бы ты был если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл но не горяч и не холоден то я извергну тебя из уст моих ибо ты говоришь я богат разбогател ничем не ей нужды а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг советую тебе купить у меня золот огнем очищенный чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться чтобы не видна была стромота ногаты твоей то есть он перед Богом голый, грязный, нищий и слепой и жалкий а в глазах своих собственных он многочисленный богатый и влиятельный да и очень большая проблема в христианском мире сегодня каким образом нам достигать я разговаривал с музыкантами общаюсь много с музыкантами с самых ну не знаю с 90-х годов с христианами и один из них мне однажды сказал я хочу своим музыкальным мастерством стать авторитетом в музыкальном мире чтобы ко мне музыканты неверующие которым я хочу евангелие сказать чтобы они ко мне прислушивались я ему говорю ну может быть так и с работы но почему-то я вижу немножко другой порядок в Писании что Бог избирает немощное немудрое ничего не значащее для того чтобы посрамить сильных умных и значащих он не при помощи какого-то влиятельного и социально приемлемого какого-то всем обществом приемлемого человека будет рассказывать там и достигать душ людей спасать их мы знаем исключение из правил да мы знаем пример Билли Грамма который был единственным упокаявшимся всего собрания людей когда проповедовал ему там пастор церкви это был единственный обращенный за всю жизнь пастора этого Билли Грамма смотрите какое оказывал влияние что он там по-моему говорят что миллиарды или полутора миллиардов человеку он прокалил Иван Дридсу свою жизнь и за его его дело продолжать его сын Фрэнклин у них там большое служение с ума самарянина по всему миру там снабжают другие гуманитарные организации всякими там едой там одеждой там в горячих точках не присутствует оказывают но смотрите таких людей единицы да и такой человек такого масштаба как Вилли Грамм какой-нибудь да или Фрэнклин Грамм этот человек как правило не имеет большого личного контакта с людьми которые он проповедует он сеет слово которое люди принимают и дальше они куда идут конечно они тут в церковь церковь сама в себя она не может быть из одного человека не может быть Вилли Грамм один за всех понимаете да мы должны понимать как Бог действует когда церковь начинает богатеть и пухнуть изнутри от того что ей хорошо она становится влиятельной и приемлемой для властей там для окружающего общества это тревожный знак потому что церковь если она становится удобной для окружающего вокруг мира она перестает быть солью и светом она перестает обнажать неудобные вещи понимаете да церковь всегда должна говорить неудобное Божье Слово оно должно быть приправлено это слово и благодать должна быть с солью всегда есть обтекаемые проповеди которые привлекают огромное количество людей там не будет звучать ни грех ни смерть ни осуждения ни покаяния людям будут говорить о добром Боге который благословить их хочет решить их проблему хочет их исцелить изменить их жизнь в лучшую сторону люди идут за этим за эту проповедь за обтекаемый в которой нет ни капли соли вы понимаете и мы поэтому видим церковь в которой по 50 по 70 по 150 тысяч человек но какого качества этой церкви как Бог ее видит вот она богатая она большая она там влиятельная как видит Бог ладикийскую церковь большую, влиятельную, богатую ты грязный нищий слепой и жалкий приди ко мне возьми у меня золото очищенное оденься в мою белую одежду да поэтому Бога Бог ревнитель он не отдаст своей славы написано никому и человек он тоже не даст свою славу которая принадлежит только Богу правда надо помнить что если в твоей жизни Бог делает великое дело кому слава достанется тебе ты будешь смотреть на себя в зеркало и думать какой же я хороший все таки насколько я все таки лучше чем остальные ну или хотя бы ну не хуже чем все остальные что тебя отличает от другого последний говорит что ты получил чего ты не получил иначе говоря что у тебя есть чего ты сам собственными силами приобрел давай поразмыслим и по немножко исследуем и анализируем то что в твоей жизни называется успехом откуда он в твою жизнь пришел ты его сам сколотил а почему а почему ты смог а потом и почему ты смог если в твоей жизни есть успех откуда у тебя эта способность ты сам ее в себе развил способности или ты все таки ее получил человек если он ходит с Богом он ходит в смирении и он понимает что все достижения в его жизни даже большие очень очень большие достижения это все благодаря Богу который дал эту возможность потому что смотрите 900 колесниц бествоигрышная армия во начальник талантливый который может любую битву выиграть противостоит ему какая-то горстка десяти тысяч запуганных евреев которые забрались на гору и думали не есть что себе сомнили ни одной колесницы у них нет ну кто ты такой с мечом против колесницы и даже с копьем ну кто ты ни пушек нет ни артиллерии ни танков нет вот тебе танк с этими с двигателями с шести лошадей вот этот танк он тебя растопчет а тебе даже этой ладошки не останется одной просто втопчет его в грязь и разрубит на запчасти то есть кто ты против сисары но что делает Бог он берет сисару все колесницы в грязи в воде все снесло что случилось не должно было этого случиться в это время евреи с нами Бог и тут ощущение с нами Бог это и есть напоминание в этой песне славить надо Бога ни Дегору ни Варака ни какое-то еще умение Бог посреди нас поэтому мы одержались эту победу да это нужно помнить что все хорошее правильное и очень сильное и очень красивое в твоей жизни это не ты этого мастер помните что сказал Новоходоносор ходя по вершине по крыше своего дворца он сказал Вавилон вообще был удивительным городом это город государства его красоте заменули все остальные города государства в истории человечества абсолютно все Вавилон является чем вы проезжаете где-нибудь мимо злачных мест типа каких казино там игровых домов да где будет написано Вавилон видели Вавилон человек символ чего золото богатство и просто просветание без бедного все усмотрено все замечательно все довольны счастье Вавилон все по-человечески и Новоходоносор вышел так оглядел свое владение говорит не я ли своей силою и властью своими умениями мудрости устроил весь этот город какой я молодец а помните ему был сон незадолго где было дерево большое которого срубили которое давно было сердце звериное да и помните что Даниил он так смутился слуга так смутился от этого сна и сказал сну царь государь твоим бы врагам этот сон не тебе это не то что будет в этом сне это тебе предупреждение потому что бог силен смирить исходящий гордо я боюсь за тебя царь он правда боялся за то что с ним будет и вот этот царь тот момент когда он сказал себе какой я молодец это все мои силы сделаны помните что случилось с неба голос на Ухтоносор пришел твой час царство отойдет от тебя и ты будешь семь ребенка или семь лет важно разные подходы ты будешь как животные будешь есть траву как вол и будешь не будешь косматый как лев и когти оттуда как у льва тоже животное будешь грязный вонючий и ты не будешь царем эти это все время и в это время ментально откинулся на Ухтоносор перестал быть на Ухтоносор ухтоносор обратился в животное в овощ его внутренние дворы дворца Даниил видимо запер клеткой оградил его там еду в воду подносили он там бегал как животные как большой гибон в этой клетке это все время и царство Даниил хранил до того времени пока на Ухтоносор придет в себя помните да и он пришел в себя и он как раз та глава которую написал вернулась в тот день сыновитость моя и мой вид и разум прежде не вернулись ко мне и царство мне вернулось и вот так слушается что я имею сказать он постригся побрелся помылся приобрел человеческий облик и написал целую главу в Библии прославляющую Бога небес когда человек переходит на ту грань начинает сам себя хвалить возвышать себя Иисус говорит всякие возвышающие себя будет унижен это закон это аксиома и не надо доказывать да читаем дальше песню дочитываем 5 главу проклините Мирос 23 стих говорит ангел Господний проклините проклините жителей за то что они пришли на помощь Господу на помощь Господу с храбрыми а Мирос это городишко который лежал на пути бегства войск и они такие заперлись мимо них войско евреи пронесли мимо них а Мирос такой ну хорошо побежали мимо ну и дай Бог успехов держитесь там в общем они не пришли на помощь дали битве пройти без них да будет благословенна между женщинами и аиль жена хивера кинея между женщинами в шатрах да будет благословенна воды просил он молока подала она в чаше вельможеской принесла молока лучшего левую руку она свою протянула к колу или к колу оправу свою к молоту работников ударила сельсову поразила голову его разбила и пронзила висок его самый красивый куплет в этой песне к ногам ее склонился пал и лежал к ногам ее склонился пал где склонился там упал сраженный смотрите как много раз повторяется что он это как будто повтор в фильме знаете слово motion называется вот он упал вот такое медленное повторение еще раз медленное повторение что было вот просто кино на самом деле образно очень рисуя этот образ красиво в окно выглядывает вопит мать сисы сквозь решетку что долго гонится его что медлит колеса хлестниц его умные из ее женщин отвечают ей и сама она отвечает на слова свои верно они нашли в деле добычу по девице по две девицы на каждого воина в добычу получена разноцветная одежда сисари полученная в добыче разноцветная одежда вышитая с обеих сторон снятая с плеч пленника ну понятно что это это совсем не так что-то задерживается нашим начальник а наверное добычи слишком много праздновать например на месте у них на вечеринка весело тогда погибнут все враги твои господи любящие же его да будут как солнце восходящие во всей силе своей и покоилась земля сорок лет удивительное вмешательство божье снова в израильскую историю я говорил в самом начале да когда мы и Денис говорил что это история судей это нисходящая спираль деградация и от судьи к судье мы увидим эту деградацию духовно понимаете да и каждое следующее поколение она будет снова вопить к богу и бог будет милости чтобы даже этого последнего негодного самсона все равно использовать пусть он будет сам себе на уме сам себе сон сам сон как бы такой весь самостоятельный весь сам себе такой капризный и только когда ослеп уже с выклутыми глазами в подвале филистинского дворца он там журнала крутил и тогда он понял что он делал не так но даже такого человека бог был готов использовать чтобы своему народу остаться верным до самого конца какое качество божьего народа мы видим в книге судей скажите пожалуйста неверность отступничества из раз забрас двенадцать судей упоминается всего в книге судей и каждый раз они делали зло делали зло делали зло опять возвращались к языческим богам делали зло хуже прежнего но бог слышит их молитву возвращается обращается к ним спасает их дает им период спокойствия мира благословляет их и они потом после этого благословения забыв напрочь что было снова делают зло хуже прежнего и знаете как я думаю смотрю на характер божий и думаю господи какой что благотерпеливый а вот если бы я был богом я бы сказал все хватит у нас только в грязи уже завязли я вас устал вытаскивать уже устал вас прощать устал вас миловать устал вас спасать я бы так сказал у меня терпения бы не хватило но я смотрю на свою жизнь я прекрасно понимаю что моя жизнь это мини израиль очень часто когда я могу забыть божье благословение обернуться назад делать зло хуже прежнего забыть о спасении которое мне дано драгоценным очень дорогим путем не тленным серебром и золотом а драгоценной крови иисуса христа глубже ваканса мы искуплены суетной жизнью снова могу возвращаться в суету и помните то что я вспомнил когда ангелы наши которые хранят церковь в каждом из нас мы их не видим но было бы любопытно увидеть как они реагируют на то что мы собираемся делать когда мы что-то задумали делать наш взгляд куда-то упал или мы куда-то смотрим мы что-то начали делать ангелы стоят такие ах нет ну почему бог ты любишь его ну зачем он тебе нужен он такой грешник вот как как ты можешь его любить мы не понимаем говорят ангелы на самом деле об этом писании говорит что они в отношении бога и человека пытаются приникнуть и не могут они пытаются постичь эту тайну что ангелам дано право на одну ошибку как саперам понимаете они не могут согрешить а потом покаяться вернуться каждый согрешив возвращается идет просто во тьму внешне на веки веков а человек уже рожденный свыше может падать ошибаться грешить возвращается назад и в сотый раз возвращается и в двухсот возвращается и бог говорит иди ко мне я тебя очищу и прощу и помогу тебе больше этого не делать и ангелы смотрят на это дело на эту историю и ничего не понимают потому что не ангелом бог обещал будущее вселенное послание евреям говорит но обещал им тем кто создан по его образу и подобию которых он искупил драгоценной крови своей и которых он не мы которых он видит чистыми святыми праведными как если бы никто из нас никогда в жизни ни разу не согрешил вот такая святость на нас и она к чему-то обязывает мне кажется вам кажется вот такие одежды царские бог на нас одел в свою какую-то не какую-то там второго третьего ранга в свою собственную святость он одевает свою церковь каждого из своих детей и говорит хочу чтобы ты был со мной и был как я будь рядом не уходи далеко все что нужно все будь рядом не уходи далеко пускай на тебе будет божья святость на самом деле высокое звание очень высокое и его невозможно заслужить его можно принять и в нем остаться именно этого требует господь не пытаясь заслуживать божье благословение не пытаясь заслуживать божьей святости его спасения это невозможно в описании уже устало повторять что никто исполняющий закон не может перед богом оправдаться никакая вот спасаемся его благодатью уверовав его воскресенье из мертвых приняв его святость не свою это огромная поддержка для меня потому что я теперь могу на себя не надеяться могу надеяться на того кто обещал мне помочь и могу служить богу не потому что я обязан а потому что бог движет мной потому что я хочу это делать потому что я люблю его это совсем другие отношения с богом чем по закону правда закон непрестанно меня обвиняет книга судьи меня обличает она ставит меня перед моим собственным зеркалом показывает мне какой я я такой же как евреи я такой же как эти судьи которые тупости своей просто иди надо удивляют и ефай свою собственную дочь жертвы принесет просто потому что глупость изрек устами своими но закона божьего не знал согласно которому нельзя человека жертвы приносить надо за и надо его серебром выкупить у бога нет дочь моя и среди тех кто нарушает мой покой да мы увидим что он говорит отец что я зеркли уста твоей господа должен ты исполнить отпусти меня с моими подружками оплакать мое детство потому что что творится что происходит какая деградация смотришь на царей израильских там хуже худшего просто и как бог это все через века через полторы тысячи лет дотерпел до иисуса и когда иисус пришел бог на небесах наверняка сказал ну вот наконец то сейчас мы сделаем все как надо и он сделал все как надо и он пошел на крест умер на кресте посредством мертвых поставил жирную точку в истории человечества греха и попытки оправдать самого себя все закончены человеческие попытки потому что закон он не приводит тебя к праведности божья смерть и воскресение приводит тебя к этой праведности потому что своей воскресенье из мертвых он нас оправдал написано поняли вот только наш царь правильно все делает мы чудим порой просто удивляешься на порой что утворяют божьи дети вчера мне один брат по христе сказал в наш город однажды приехала команда христиан миссионеров из швеции и одна из этих вот девушек сестер во христе постучалась в фейсбуке в друзья ну и говорит я добавил ее в друзья потом проходит время и вот уже сколько то ну наверное лет десять спустя я посмотрел на ее страничку она замуж вышла за другую девушку и обе эти девушки беременны от кого то и они женились друг на друге и все им там в фейсбуке желают счастья какие они классные хорошая пара красивая я думаю господи все конец приехал приехали называются потому что именно это и есть то о чем писание предупреждает это деградация божьего народа прямо в конце времен что будут иметь вид благочестия силы же его отрекшиеся святость божия которая на нас она обязывает нас ко многому я говорю о чем обязывает не то что ты сейчас должен а так все все сейчас все будет по порядку в моей жизни все разложу по местам по крючочкам развешу все будет правильно не буду грешить но есть грехи разные есть грехи которые нарушаешь господи говорит не делай а эти грехи когда господи говорит делай и ты не делаешь knappчик человек такой не буду грешить не буду грешить а him algumas и Schulen и вам как нас как зациклен того чтобы не крисеть что он не делает того что положено И это тоже грех. Разумывающему делать добро, не делающему тому, как грех написано. Я призываю к тому, чтобы каждый из нас искал Божью волю для себя. В том, что действительно я, каждый из нас, ничего доброго не заслуживает в жизни. Мы грязные, вонючие, извините за рожение, грешники, которые должны были быть в аду, навеки вечные. Бог вытаскивает нас оттуда, отмыл нас кровью своей, поставил, одел свою белую чистую одежду, перстень надел на руку, ты наследник мой, ты будешь вместе царствовать со мной будешь, на моем престоле будешь, я ему сам сидеть, ты будешь, воу, не ожидал, это и есть благодать, незаслуженная тобой. Когда ты понимаешь, какому царю служишь, который за тебя умер, воскрес, одел тебя в праведность свою, поставил тебя и посадил на престол вместе с собой, как ты будешь жить? Будешь держаться, не буду грешить, не буду грешить, или ты будешь идти вперед, служить Богу, и служа Богу, ты тем самым и не будешь служить. Может я вам по опыту скажу, когда ты служишь Богу, и ничего другого ты в жизни не делаешь, служа Богу, одновременно ты грешить просто не сможешь. У тебя ни времени, ни сил не останется. Поэтому лучший способ избежать греха, это начать Богу служить, активно. И тогда проблем с грехом просто не будет уже. Будут другие проблемы, будет сопротивление духовное. Духовная битва начнется, настоящая. Когда ты будешь молиться изо всех сил Богу, и так, ооо, Господь, не могу, сил дай, огненный стрел у тебя, ой, Господь, ой, вообще и сработал. Ох, как меч отрубил здорово врагу. Кое-что. Или вообще все. Да. Давайте встанем молиться. Спасибо. Продолжение следует...